Ребята, всем привет! Сегодня получил письмо на свой почтовый ящик. Значит хотят купить канал ютуба. Какие-то непонятные ребята. Значит хотел бы узнать ваше мнение об этих письмах. Мошенники это или не мошенники? Если что пишите в комментариях. Вот этот текст письма я точно такой же скопирую в описании под видеороликом для того чтобы этот текст хорошо проиндексировался поисковиками. Значит попробивал я немножко по этой теме. Значит пробил я электронную почту посмотрел нигде не светится она к сожалению. А также тему письма пробил и пробил часть текста в поисковых системах но нигде не светится. Видимо что-то новенькое. Либо это лохотрон какой-то развод, то есть хотят угнать каналы. Либо и вправду ребята покупают значит видеоканалы. Ну хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Пишите в комментариях. Значит электронная почта бейсобака yt-channel.store Тема письма была вот такая. Хочу купить ваш youtube канал. Текст письма. Добрый день! Если у вас есть желание продать ваш канал пожалуйста отпишите. Средняя цена монетизированного канала который обычно мы покупаем колеблется в зависимости от факторов от 350 до 600 долларов. Каждый оценивается индивидуально. Все зависит от следующих факторов. Статус монетизации включена отключена. Количество подписчиков канала. Была ли выплата на процент. Дата создания канала. Периодичные загрузки видео. Количество предупреждений на канале. Все оплаты проводим через гарантированную сделку. Не только гарант какой-то про. Если сейчас вы еще не желаете продать, но в будущем возможно, пожалуйста сохраните это письмо. Значит вот такое вот письмецо. Еще раз повторюсь. Загуглил я вот этот почтовый ящик. Подобных писем я не нашел. А также я частично текст загугливал, пробивал. Но пока еще это не светится ничего. Информация такая не высвечивается через интернет. Значит теперь зайдем на официальный сайт саппорта google.com справка youtube. И давайте почитаем. Автор первой записи Сергей Пантелеев. Законно ли покупка продажа youtube каналов нарушает ли это какие-то права. Правила точнее. Читаем значит ответ. Платиновый эксперт по продуктам. Дмитрий Шишкин. Вот он текст его ответ его. На youtube нет процедуры купли продажи каналов. Канал можно просто передать другому владельцу. Но если владелец захочет то сможет вернуть канал обратно и вы как покупатель не сможете ничего сделать. Так как все финансовые процедуры вы производили за рамками площадки и правилами платформы вы никак не защищены. Опасность может быть не только в том что основной владелец может вернуть себе канал обратно. Но и в истории канала неизвестно что автор публиковал ранее и были ли у него серьезные нарушения. Также не стоит забывать что аудитория канала наверняка подписывалась на другой тип контента и резкая смена тематики тем более в узкой сфере может только негативно сказаться на отклики от подписчиков. Например они могут начать массово отписываться, ставить дизлайки и оставлять негативные комментарии. С уважением дмитрий шишкин далее ответил ответила золотой эксперт по продуктам татьяна татьяна продавать и покупать запрещено это совершенно однозначно прописано в справочном центре аккаунтов и youtube но назначить администраторов и совладельцев никак не запрещено для этого есть обычный функционал в настройках так это был ответ сергею пантелееву автору это записи теперь опять пишет дмитрий шишкин приветствую в условиях использования youtube есть такой пункт 5 е вы обязуетесь не использовать службу включая плеер youtube для любого из следующих видов коммерческого использования без предварительного письменного разрешения youtube продажи доступа к службе продажи рекламы спонсорской поддержки или рекламных акций размещаемых в рамках службы или вместе с контентом продажи рекламы спонсорской поддержки или рекламных акций на любой странице поддерживающего рекламу блога или веб-сайта содержащего контент предоставленный с помощью службы если на той же странице не находится другой материал полученный не от youtube и обладающий достаточной ценности чтобы служить основу основой для подобных продаж с уважением дмитрий шишкин золотой эксперт опять отвечает здравствуйте да это нарушение правил и условия использования канала в частности аккаунта вообще ответ был предоставлен 11 января 2019 года чуть больше года назад так сергей пантелеев написал огромное вам спасибо за желание помочь разобраться с важным для меня вопросом из ответа дмитрия шишкина я понял что youtube не запрещает коммерческие действия а требует их предварительного согласия согласования что в данном случае я пытаюсь сделать возможно вопрос мой был слишком кратким и абстрактным по этой причине и такие же краткие абстрактные ответы уточняю вопрос для художественных проектов я захотел купить готовый канал с уже имеющимся имеющиеся подписчиками так как мой контент слишком дорогой чтобы вешать его на аудитории в 10 или 100 человек а делать контент низкого качества я не хочу теперь пытаюсь узнать как это сделать стопроцентно в закона и не нарушая правил сообщества некоторые формулировки правил в русском переводе слишком размытые чтобы однозначно трактовать эту информацию в приложении к моей конкретной проблеме в сети нашел много объявлений о продаже каналов часть из которых не выглядят мошенническими какие-то гаранты сделок предлагает свои услуги на этом рынке возник резонный вопрос а нельзя ли задавать мои вопросы каким-то официальным сотрудникам youtube возможно даже на платной основе пока искал ответы на свои вопросы сдал экзамен пользователя но исчерпывающих ответов не нашел извините за въедливость но я принял решение вложить серьезные для меня деньги в производство контента уже несколько сотен тысяч рублей истратил на обновление аппаратуры и по этой причине не хочу рисковать хочу сделать грамотно и законно опять отмечать отвечает дмитрий шишкин на youtube нет процедуры купли-продажи каналов канал можно просто передать другому владельцу но если владелец захочет то сможет вернуть канал тут тот же самый ответ в общем значит опять одни и те же все ответы значит мое какое мнение ну смотрите допустим вот у меня контент какой есть да там компьютерная тематика и всякие бла 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 вот человек не пишет и хочет купить канал вопрос возникает другой зачем ему канал чтобы публиковать точно такой же контент это раз вы я получил письма на разные свои аккаунты вот и разная везде тематика есть и игровая тематика есть и кулинарная в общем первый вариант что какие-то будут произведены мошеннические действия то есть во время сделки у человека запросят как-то логин и пароль от его от сенса от его гугловской почты и будет какой-то произведен значит угон канала второй вариант отправят какую-то какую-то ссылку какую-то программу для того чтобы он открыл ее у себя на компьютере и тогда значит эта программа зайдет в куки вашего браузера и каким-то образом отследит вхождение ваш аккаунт на youtube и логин и пароль этот будет перед передан мошенникам ну и третий вариант возможно это какая-то законная сделка которую предлагают люди для того чтобы покупать гугловские аккаунты потом каким-то образом находить новых авторов допустим автор только создал кулинарный канал да и у него там 23 10 подписчиков и допустим вот это вот этот человек предложит допустим кулинарный канал купить за деньги где допустим там уже 10 20 100 тысяч подписчиков ну как-то так в общем пишите свои комментарии я сам если честно не могу понять как эта процедура вообще будет проходить вот но он процентов на 95 но мои подозрения что это какие-то мошеннические действия будут произведены потому что сейчас участили случай угонов каналов ютубовских каналов сейчас от этого страдают очень многие блогеры которые по невнимательности переходят по за по ссылкам в письме вот или каким-то образом не замечая этого мошенник вводит и в заблуждение и они предоставляют логин и пароли от входа в свою гугловскую почту соответственно войдя в почту google мошенник уже может использовать все сервисы гугла в полном объеме это youtube это google диск почта фотоальбомы и другие сервисы так что будьте внимательны никогда в письме не переходите по ссылкам никогда не загружайте какие-то сторонние программы которые вам предлагают установить для каких-то там разных предлог под какими-то разными предлогами будьте внимательны жду ваши комментарии под этим видеороликом всем до новых встреч пока пока